Библейский портал экзегет.ру представляет 57-й псалом, читаю в перевозе Российского библейского общества для библейского портала экзегет. Под заголовок короткий начальнику хора, напев Альташхет, так же, как предшествующему. Правда, тут иначе сказано стихотворение Давида, не добавлено в какой момент времени. Явно, что это предполагается в качестве автора сам царь Давид. Любите ли вы ругаться с начальством? Я тоже не люблю, а царь Давид почему-то любил. Ну, или назовем это иначе, позволял себе такое. Справедливы ли ваши приговоры, владыки? Разве по правде вы судите людей? Зло в вашем сердце. Ваши руки творят насилие. Что задумали вы? Не чистивцы они с самого рождения отступники, с младенчества лгут они, сбились с пути. Злоба их, словно змеиный яд, они, как гадюка, лишенная слуха, что не слышат голоса заклинателя и искусственных мастеров чародейства. Боже, выбей зубы у них и спасти. Сломай челюсти этим львам, о Господь. Пусть исчезнут, как пролитая вода, а когда натянут лук, пусть стрелы их переломятся. Пусть, как выкидыши, они сгинут, как мертворожденные не увидят солнца. Они даже не успеют понять, что с ними, а их, словно колючки и терн, как крепея сухую траву, вихру несет прочь. С радостью праведник увидит воздаяние. Им крови нечестивцев омоют себе ноги. Скажут люди, воистину есть награда праведнику, воистину есть бог судья земли. Экстремизм, прям готовая уголовная статья. Разве нет? Оскорбление властей. Вот все здесь есть. Он что, с ума сошел? А кто это такой псалтирь включил в молитвенную книгу, которая вся, казалось бы, говорит о хороших вещах, о грех отрицает, порицает? А вот он грех отрицает и порицает в самых резких выражениях. В таких выражениях, что, ну, наверное, если это сказать, вот сегодня и от себя, и они из Библии действительно будут проблемы. С законом. Теперь Давид. А разве он не царь? Ну, он здесь в качестве автора указан. Он не всегда был царствующим правителем. Да, он сначала был просто мальчиком-пастухом, потом довольно рано его помазал в цари пророк Самуил. А потом он очень долго скрывался от царя Саула. И, собственно, у него есть все основания так говорить. А те, кто его гонит, преследует, а те, кто извращает справедливость. Но почему же так острое зло? Ну, ладно, еще начинают он более-менее. Справедливы ли ваши приговоры владыки? Это такой риторический вопрос. Поправде ли вы судите людей? Кстати, интересно, что именно правосудие понимается как первый признак, вот, по которому можно уже определить, это правитель какой, дурной или хороший? Почему правосудие, а не, например, там, я не знаю, его воздержанность в личной жизни? Ну, потому что правосудие — это то, что принадлежит правителям. Да, они нужны для того, чтобы устанавливать правильный порядок жизни среди своего народа, в своем государстве. Да, а не для того, чтобы там предаваться аскезе в частной жизни, когда говорят там, как кто-то очень скромно жил, ну, ну и что? Дело не в том, что он ел и пил, а дело в том, как при нем жили остальные люди. Вот давал ли он им справедливость, устанавливал ли он должный порядок в своем государстве. Ну, вот, начиная с риторического вопроса, он уже произносит очень жесткий приговор. Нечестивцы они с самого рождения, отступники, с перехлестом с самого рождения никто не отступник малыши годовалые. Они не отступники, даже если они шалят, они просто еще ничего не понимают. Злоба их, словно змеиный яд. Вот какие жесткие слова. Давай, наконец, Боже, выбей зубы у них из пасти, сломай челюсть этим львам, о Господь. Прям революция какая-то. Пусть исчезнут, как пролитая вода, пусть как выкидыш они сгинут, даже не успеют понять, что с ними. С радостью праведник увидит воздаяние им. Вы радуетесь, видя, как другим людям выбивают зубы и ломают челюсть? Я нет, это довольно неприятное зрелище. А этот праведник, в кавычках, будет радоваться. Крови нечестивцев омоет себе ноги. Это вообще какой-то маньяк, убийца, нет? Скажут люди, воистину есть награда праведника, воистину есть Бог судья земли. Вот не хочется мне читать такой псалом, и его тем более комментировать, но он в псалтире есть. А есть он по одной очень простой причине. Мы иногда действительно так думаем. И, глядя на какие-то вопиющие случаи, несправедливость, и здесь не просто несправедливость, а конкретно несправедливого правления, искажение правосудия, глядя на такие случаи, к сожалению, приходится их видеть и не так уж редко, между прочим, мы начинаем думать что-то вроде этого. Вот взял бы их кто-нибудь, да просто вот помучил и убил, а мы бы порадовались, и в крови их умыли бы свои ноги. Ну, это, может быть, уже перебор, восточная поэзия, она всегда немножко слишком, но, тем не менее, у нас есть это чувство, и в псалтире это входит только по той простой причине, что псалмопеец, в данном случае Давид, по крайней мере, так его называет сам текст, отдает этот суд Богу. Он не говорит, я пойду это сделаю. Я сейчас начну революционную деятельность, террор, там, я не знаю, организация вооруженного восстания, он этого совершенно не собирается делать. Кстати, история самого царя Давида это разительный аргумент вот в пользу того, что так делать не надо. Он дважды мог убить царя Саула, по крайней мере, так об этом рассказывают книги царств, когда он подкрадывался к нему незаметно, один раз отрезал пол в одежде, другой раз взял его кувшин для воды, для того, чтобы показать, что вот, ну, я же был прямо тут, да, я мог вот руку протянуть и нанести один удар, и ушел бы точно так же, да, от убитого царя, но он этого не сделал, более того, он оставил Богу это право погубить царя Саула, когда тот сочтет нужным, да, но вот чувствовал он так, да, и этого не стеснялся, об этом говорил Бог. Очень часто люди, когда молятся, они стараются показать себя Богу с лучшей стороны. А мне вот вспоминается строчка из песни Бориса Гребенщикова, «Не прячь от Бога глаза, не то, как он найдет нас». Вот здесь псалмопевец не прячет от Бога глаза полной ненависти, и показывает эту ненависть Богу, и говорит из этой ненависти, да, но говорит Господи, а судить будешь ты, я судить не буду. И заканчивается этот псалом, «Воистину есть награда праведнику, воистину есть Бог, судья земли». Там, где искажается правосудие на земле, там есть судья земли, который выше земли, да, но есть высший суд, да, как писал другой наш поэт Лермонтов. Вот это, собственно говоря, и главный урок этого псалма. Довольно неприятного, если разобраться, но тоже очень-очень поучительного. Ну, а тема злодейства, она продолжится в следующем 58-м. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok